Все мы являемся покупателями. Для кого-то поход по магазинам это удовольствие, для кого-то просто необходимость, но у каждого есть мнение, как должна быть организована торговля. Об этом будем говорить сегодня с нашей гостьей. Присоединяйтесь. Галина Николаевна Горбачевская. Первый заместитель начальника главного управления торговли и услуг Гомельского облсполкома. Родилась в 1973 году в Гомеле. В 1995 году окончила Гомельский кооперативный институт по специальности экономика и управления в торговле и общественном питании. И вот уже на протяжении 20 лет трудовая биография Галины Горбачевской связана с работой в отрасли. Получив высшее образование, она пришла на работу специалистом управления потребительского рынка и услуг Гомельского горосполкома. Спустя несколько лет возглавила отдел организации торговли, кадров и лицензирования. На нынешней должности работает с 2013 года. На вопросы, которые касаются работы отрасли торговли и услуг, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 77 68 45. Здравствуйте, Галина Николаевна, я рада вас видеть у нас в гостях. Добрый вечер, Оль. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Галина Николаевна, как и все мы, вы тоже покупатель. Скажите, пожалуйста, на что обращаете внимание, когда приходите в магазин? На что обращаю внимание, у меня есть очень много уже профессиональных недостатков, и оценивая магазин или объект общественного питания, обращаешь на какие-то профессиональные вещи. Внешний вид продавца. Если это продовольственный магазин, всегда немножко вызывает определенную грусть, когда продавец находится на рабочем месте без головного убора, к примеру, или без нагрудного знака. Очень омрачает не совсем чистое помещение торговое, омрачает некрасивая выкладка, отсутствие ценников. То есть это меня с точки зрения, как будем говорить уже, человека, имеющего определенное отношение к отрасли. Ну а в целом сфера обслуживания, ведь торговля это сфера обслуживания, и очень часто люди, заходя в магазин, они погружены в свои заботы и проблемы. И они интуитивно или энергетически ощущают ту атмосферу, которая создается в самом объекте, в самом магазине. И если продавцы недружелюбны, они не рады покупателю, для них беда, когда пришел покупатель, покупатель интуитивно чувствует это, и он сам настраивается на то, что ему здесь не нравится, но у него необходимость зайти в этот магазин. Даже элементарно купить домой какие-то самые необходимые вещи для того, чтобы приготовить ужин или там еще что-то. То есть очень много факторов, которые создают атмосферу в торговом объекте, в магазине. То есть сразу с порога можно определить, хороший магазин или не очень нравится или не нравится. А у вас есть любимое кафе или любимый ресторан? Вот там на что вы обращаете внимание? На кухню, на атмосферу уютную или на что-то еще? Вы знаете, я придерживаюсь как-то, наверное, той позиции, что хорошо не где-то, а хорошо с кем-то. Но всегда очень грустно, когда тебя встречает нерадостный персонал. Правильно? Тебе не рады здесь. И какой бы ни была атмосфера, то есть какая бы ни была, вернее, антураж в этом объекте, какие бы блюда тебе не предлагали, но если тебе не рад официант, не рад администратор, не рад менеджер, то как может нравиться там? Вообще, вот если рассматривать мировую практику развития общественного питания, и каждый наш телезритель может зайти в тот же интернет или посмотреть где-то в библиотеке, в подшивке журналов или газет, и обратить внимание на самые дорогие рестораны мира, то, ну, может быть, в Монако или в Нью-Йорке, там да, в антураж вкладывается очень много средств. Самое главное в объекте общественного питания – это кухня. Человек приходит туда получить удовольствие, чтобы эндорфины пришли с чем? С пищей. Поэтому, ну, много факторов, которые определяют. Ну, как вы считаете, белорусы сегодня научились работать в этой сфере так, как работают в Монако или в Нью-Йорке? Или еще очень далеко? Я не могу сказать, что нам далеко, потому что технологии развиваются, время идет вперед, люди расширяют свой кругозор, повышают уровень образования. Даже выезжая куда-то за рубеж на отдых, люди познают новое, новое отношение. Заходят в магазин и потом приезжают к себе на родину и начинают сравнивать. Ну, ведь выезжают же и продавцы. И это тоже повышает в определенной степени, расширяет кругозор, повышает профессиональные навыки. Но в целом я могу сказать, что еще нам стоит поучиться. Учиться нам есть чему. К сожалению, наследие того, что для некоторых продавцов, ну, беда, когда пришел покупатель. Ай, пришел покупатель, надо его обслуживать. А продавец иногда забывает о том, что покупатель пришел не просто, а пришел для того, чтобы оставить там немножечко своих денег, заработанных. Но для того, чтобы я добровольно оставила там денег, денег немножко, вы, пожалуйста, предложите мне тот комплекс услуг, который мне будет интересен. Если вы не предложите мне тот товар, который мне интересен, тот комплекс услуг, который мне необходим, я уйду в другой магазин и в этот магазин и никогда не вернусь. Обратите внимание, как открываются сетевые магазины, крупные магазины. Всегда устраивается небольшой праздник, маленькое яркое событие. Более того, применяются различные маркетинговые мероприятия, скидки, акции, распродажи. Для чего покупатель должен зайти в магазин и хотя бы мелочь какую-то там купить. То есть жвачку, 3 копейки стоит. Ну, я не знаю. Чтобы была ассоциация какая-то приятная с этим местом. Чтобы он получил, в подсознании отложилось, что он здесь может совершить покупку. Но если покупатель зашел в этот новый красивый магазин, походил и ах, 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 ушел, даже ничего не купив, он не вернется в этот магазин. Его вернуть в этот магазин, ну, это будет сложно. То есть он вернется, может быть зайдет, может быть он найдет еще что-то в этом магазине, но это будет время. А сегодня и сейчас, чтобы получить, дайте покупателю тот товар, который ему нужен. И он вернется к вам. Очень бы хотелось, чтобы действительно это понимали продавцы магазинов. Хотела бы вернуться к теме, которую мы уже начали, о работе пунктов общественного питания. Скажите, пожалуйста, почему у нас во втором по величине городе страны пробиться вечером в кафе или в выходные недостаточно проблематично, потому что мест нет, а очень хочется в теплый летний вечер провести время на открытой террасе, на свежем воздухе, за чашечкой кофе. Какие планы есть по развитию этих объектов? Вы знаете, я не могу согласиться, что прям так не пробиться в объекты общественного питания. Сегодня наш общепит в целом по республике, это не только в Гомеле, это такая тенденция у нас в стране, к сожалению. В целом общепит страдает от недостатка посетителей, но посетителю не хочется в помещении, ему хочется на улице. И посетителю хочется просто посидеть, выпить чашечку кофе, скушать какой-то бутерброд, но это сделает на улице. Свежий воздух, лето, тепло, очень хорошо. Действительно, у нас сегодня в городе, вот и в областном центре, и в районных центрах недостаточно таких мест. Галина Николаевна, продолжим эту тему. У нас есть звонок на линии, не будем заставлять долго ждать. Здравствуйте. Добрый день. Слушаем вас. У меня такой вопрос. Я часто бываю за рубежом, и вот такой вопрос. В наших магазинах продовольственных отсутствует бесплатная упаковка. Хотелось бы знать, почему? Спасибо большое за звонок. Вот эта пресловутая упаковка, которая то платная, то бесплатная. При чего языцах? Вы знаете, вот законодательство наше поменялось, в принципе, кардинальным образом в прошлом году. Мы все знаем, уже вышел закон о госрегулировании торговли общественного питания, вышли новые правила розничной торговли. И действительно, по-прежнему в некоторых магазинах покупателю приходится чуть ли не выпрашивать, а иногда и настоятельно требовать бесплатную упаковку для того, чтобы, ну, будем говорить, положить туда свой товар, который требует этого. Да? И существует определенный перечень товаров, которые не требуют, вернее, которые не то что не требуют, а могут упаковываться в платную упаковку. Бесплатная упаковка должна выдаваться потребителю при приобретении не упакованных производителем, либо поставщиком товаров. В данной ситуации общими усилиями нам удалось добиться положительных сдвигов сетевой торговли. У нас было очень много вопросов именно по сетевой торговле. Мы приходим в большой гипермаркет или супермаркет, или, будем говорить, магазин современного формата, но с широким ассортиментом товаров, и покупателю навязывают приобретение упаковки. В рулонах пакеты, и, в общем-то, покупатель берет эти пакеты, в итоге он где-то порядка двух-трех тысяч тратит только на эти пакеты. Общими усилиями с контролирующими органами нам удалось это достичь. Сегодня посмотреть на сетевую торговлю, в сетевой торговле есть бесплатная упаковка. Есть магазины, где еще этого нет, к сожалению. Поэтому в данной ситуации любой потребитель может что сделать. То есть не дают нам бесплатную упаковку. Возьмите книгу «Замечание предложений» и зафиксируйте этот факт. Или сообщите в органы управления местных исполкомов. И, поверьте мне, это является фактом нарушения правил осуществления торговли, и за это каждый нарушитель несет административную ответственность. Не буду никого пугать, потому что я так понимаю, что нас смотрят и работники торговли тоже. Но каждый должен помнить, что любое нарушение, оно несет за собой наказание. Самое грустное для любого человека – это наказание рублем. Вот в данной ситуации административные штрафы такими и являются. Спасибо за столь подробный ответ. И у нас уже есть следующий телефонный звонок. Здравствуйте, мы слушаем вас. Пожалуйста, задавайте ваш вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот в супермаркетах и в обычных магазинах, вот в мясных отделах, где лежит разделка, там мясо курицы и говядина, допустим, стенина, на ценниках должна стоять страна происхождения именно вот этого мяса. Из Беларуси она или еще откуда-то. Обязательно. Сегодня любой товар должен сопровождаться информацией о стране происхождения. Причем не стране поставщики, а стране происхождения. Иногда мы можем… Ну, это касается не только мяса, к примеру, да, это касается любого товара. Иногда поставщик бывает Российская Федерация, но по факту страна происхождения у нас Китайская Народная Республика. Соответственно, на ценнике указывается страна происхождения Китайская Народная Республика. Некоторые продавцы очень путают информацию о стране происхождения с производителем. К примеру, возвращаясь к мясной продукции, мы на ценнике видим не страну происхождения, а видим производителя. К примеру, Гомельский мясокомбинат. Ну, мы все ассоциируем и понимаем, что это Республика Беларусь, хотя должна быть указана Республика Беларусь. Или, к примеру, там еще какой-то производитель. Некоторые покупатели ассоциируют это с… Ну, у каждого свой кругозор. Страна происхождения должна указываться на понятном языке. Республика Беларусь, значит, Республика Беларусь, Российская Федерация, Российская Федерация, Китай, Китай, Никарагуа и так далее. Все, что угодно. Страна происхождения на любом товаре, на ценнике должна указываться. Тоже нарушение, тоже можно его зарегистрировать. Тоже является нарушением. Тоже является нарушением. Да, и, в общем-то, за это нарушение тоже предусмотрена административная ответственность. Галина Николаевна, давайте продолжим, начатую нами тему. Мы говорили о том, что не хватает не только Гомелю и другим городам республики сегодня мест в пунктах общественного питания. Расскажите, пожалуйста, какие планы? Вы знаете, дело в том, что вот чуть-чуть вернемся к этому усредненному показателю, такой так называемый государственный норматив, вернее, государственный социальный стандарт в сфере торговли и общественного питания. Мы, в общем-то, все знаем, что до конца этого года, 2015 года, эти показатели должны достичь. В торговле 600 метров квадратных на тысячу жителей, в общественном питании 40 посадочных мест тоже на тысячу жителей. Сегодня в области у нас эти показатели составляют 509 метров квадратных на тысячу жителей, это в торговле, и порядка 37 мест в объектах общественного питания на тысячу жителей. Что делается? Естественно, прорабатываются вопросы строительства, открытия новых объектов в приспособленных помещениях. Это и инвестиционная деятельность, то есть реализация инвестиционных проектов и многое другое. То есть есть у нас планы, у нас есть областной план развития торговли в этом направлении, есть областной план развития общественного питания. В каждом регионе разработаны свои планы, все вопросы отслеживаются. Но сегодня, к сожалению, наметилась очень негативная тенденция. Возможно, это связано с какими-то макроэкономическими показателями развития экономики, возможно, еще с какими-то факторами. Но сегодня все тяжелее и тяжелее реализуются строительные объекты, проекты, вернее, и тяжелее реализуются инвестиционные проекты. У нас только в этом году было довольно много инвестиционных договоров пролонгировано. То есть перенесены сроки ввода объектов в эксплуатацию. Если объекты были предусмотрены в 2015 году, до конца 2015 года мы должны были открыть эти объекты, то они будут открываться только в следующем году. Сказать, что работа в этом направлении не ведется? Нет. Сказать, что мы исчерпали все прям ресурсы? Я тоже такого не скажу. Мы анализировали эту практику. И в частности, обратите, пожалуйста, внимание. Мы находимся сейчас в областном центре, но если мы проедем даже в какие-то районные центры, то вы увидите ту же самую тенденцию. Например, мы идем по городу и видим, если раньше это была квартира, это жилой дом, то сейчас там какой-то магазинчик, первое, либо какая-то парикмахерская, второе, либо какой-то небольшой объект общественного питания, закусочная, кондитерская и так далее. То есть вот это направление развития, будем говорить, малого и среднего бизнеса, вот именно в таких небольших помещениях у нас еще очень и очень не освоено. Сказать, что не требуются здесь большие денежные средства, ну, каждый оценивает толщину своего кармана самостоятельно. И для кого-то 10 рублей это деньги, для кого-то и миллион не деньги. Поэтому, но в данной ситуации еще есть у нас направление для работы. Спасибо, Галина Николаевна. Давайте в продолжение этой темы посмотрим сюжет. Город Гомель. Летнее утро. На уличных площадках гомельских ресторанов пока немноголюдно. Сотрудники учреждения общепиток говорят, что основное количество посетителей придет во второй половине дня. В отличие от того же Минска, летние террасы на улицах Гомеля появились относительно недавно, однако уже успели завоевать популярность среди горожан. До момента открытия мы, в принципе, не в сезон, проводили мониторинг, делали опрос наших гостей, где им было бы удобнее и интереснее располагаться в летнее время. И, конечно, у нас кондиционируется внутреннее помещение, и там достаточно прохладно, но многие, ввиду определенных причин, да, летом хотели бы расположиться все же на свежем воздухе, на свежем воздухе, и принимать пищу, и где-то с своими друзьями, с гостями находиться, все же на свежем воздухе. Какие минусы? Побольше таких открытых кафе, чтобы было, и людям ездить посидеть, и пообщаться, ну, а что еще надо? Летние площадки ресторанов в Гомеле будут работать до середины ноября. Эксплуатация их зимой запрещена из соображений техники безопасности. Да и желающие посидеть на морозе вряд ли найдутся. Пожалуй, самый главный аргумент противников существования летних террас – употребление спиртных напитков практически на улице, в том числе на глазах несовершеннолетних. Контраргумент работников ресторанов – вышеупомянутое употребление происходит культурно, в отличие от некоторых парков, скверов и дворовых территорий. Человек, который присел к нам за стол, на любого человека обращают внимание. Я, находясь здесь, мой менеджер, официанты, помощники, то есть человек, принимающий спиртные напитки, находится под взглядом, и видеокамер в том числе. Мы наблюдаем культуру принятия. И если его моральный облик вдруг в какой-то момент превращается в нечеловеческий, держат под контролем это пять человек. Пять человек. Человек же, который принимает спиртные напитки в парке, он предоставлен сам себе. И дозу, и способ принятия, и его действие после того, как он выпил лишнего в такую жару, никем не контролируется, как только органами, обеспечивающим порядок. Пожалуй, единственное, на что жалуются сами посетители летних площадок – уличный шум. Кому-то он мешает в общении. Правда, здесь уже ничего не сделаешь. Открывать такие террасы на тихих улицах для ресторанов пока не рентабельно. От основного заведения далеко, да и посетителей вряд ли будет много. Хотя, в принципе, такие предложения гомельчане озвучивают. А вот недовольных, в принципе, существованием таких площадок наш мини-опрос не выявил. При том, что проводился он среди разных категорий населения. Как по социальному статусу, так и по возрасту. На более тихих улицах они были бы к месту. А вот здесь, на Советской, когда они едят пыль, это совершенно некрасиво и невкусно. Честно говоря, пропадает аппетит, когда смотришь на людей. И тут захазованность очень большая, во-первых, на Советской. А на тихих улицах или где-то там в парковых, в скверах, то это было бы нормально. Конечно, нужны. Летом жарко, в террасу сел, там тенек. Нормально, можно кофе попить. Чем они мешают? Ну, люди хотят отдохнуть, посидеть. Я студент после учебы пришел, с друзьями отдохнул. Ну, пройти, но места хватает. Они к месту, я думаю. Ничего плохого в этом нет. А кому они мешают? Люди идут. И я думаю, что на открытом воздухе может быть приятнее людям перекусить что-то, выпить водички. Я считаю, что они не мешают. Что касается жителей домов, где открыты летние площадки ресторанов, то с ними у работников общепита в основном также получается находить взаимопонимание. Времена, когда по вечерам в таких ресторанах звучала громкая музыка, похоже, остались в прошлом. Антиреклама сегодня не нужна никому. Жалобы от жителей, вы знаете, напрямую ко мне никто не подходил, поскольку режим работы террасы, он отличен от режима работы ресторанов. В 23 часа закрывается ресторан. Терраса же, терраса же закрывается в 22.30. Вот. И мы стараемся никаким образом не беспокоить ни шумом, ни музыкой жильцов нашего дома. Поэтому, во всяком случае, мы всегда стараемся вести позитивный диалог с ними и реагировать на все замечания, если они поступают. Нельзя сказать, что на сегодняшний день летние площадки ресторанов на улицах Гомеля появляются, как грибы после дождя. Однако, лицо некоторых центральных улиц города они уже определяют. И это общеевропейская тенденция. Кстати, в некоторых странах среди таких террас даже конкурсы проводятся, где учитываются все составляющие. Удобство расположения, доступность сцен и качество обслуживания. Очень комфортно сидеть на террасе, выпивая прекрасный коктейль или чашечку кофе. Вы наслаждаетесь просто отличным летним днем, потому что в помещении вы находитесь все остальное время года. Осень, зиму. А летом замечательно сидеть на летней террасе. Тем не менее, все равно это свежий воздух. Вы смотрите Диалог. Мы говорим сегодня об организации торговли в регионе и принимаем очередной телефонный звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте, Галина. Меня зовут Наталья. У меня такой вопрос. Я в магазине. Хотела приобрести товар, председательный товар. На цене была оказана одна цена. Когда я стала вызывать товар на кассе, цена увеличилась на 30%, почти на 30%. На мой вопрос, на мою просьбу к товару, которые не указаны в ценнике, было категорически отказано. Причем охранник, который там сказал, администратор и кассир, говорили, что у них якобы по накладной пространстве цена другая. Что на ценнике их совершенно не волнует. Правы ли были они. А, причем, я написала, председатель написал в жалобных книгах, в жалобных книгах написала цензию. Мне дали ответ такой, что продавец обязан указывать достоверную информацию на ценнике. Но, если у них в бухгалтерском документе проходит цена больше, чем указано в ценнике, то они не могут продать товар дешевле, чем... Ну вот, такая ситуация. Правы ли они? Спасибо. Помогите, пожалуйста, разобраться. Вы знаете, я хочу сказать, что если возникла такая ситуация, что вы вынуждены обращаться в прямой эфир на телепередачу для того, чтобы задать свой вопрос, то я могу сказать, как бы ситуация не разворачивалась, магазин в данной ситуации был уже неправ. Потому что не разрешили вопрос, который вы поставили. Кто был прав, кто был виноват. Мне сейчас очень сложно сказать. Я знаю, что производится регистрация телефонных звонков. У меня к вам большая просьба. Ставьте свои координаты и укажите, в каком магазине это произошло. Я думаю, что мы подробно разберемся. И вот в том, что вы говорите. Но то, что магазин был неправ, вынудив в вас крик души на телевидение, это 100%. Спасибо, Галина Николаевна. Сегодня только в городе Гомеле сосредоточено около 2000 торговых объектов и 500 объектов общественного питания. Но даже это такое, на первый взгляд, большое количество не позволяет выполнить необходимых показателей, необходимого социального норматива. Скажите, пожалуйста, чего же нам еще не хватает? Каких площадей, каких объектов не хватает, в частности, городу Гомелю? Вы знаете, каждому да. Вы правильно сказали, что в частности, городу Гомелю нельзя сравнивать регионы между собой, потому что у каждого есть свои особенности. И будем говорить, особенность и возрастного состава населения, и подоходной части населения. Поэтому говорить для всех о гулам нельзя, но то, что нам не хватает всем, не хватает магазинов с современными технологиями практически всем регионам, это 100%. Если говорить о городе Гомеле, то, к сожалению, городу Гомелю не хватает сегодня магазинов с комплексным обслуживанием покупателей. Такие магазины у нас только-только открываются. К примеру, вспомним магазин «Спортмастер». Вы приходите, и вы можете приобрести любой товар для активного отдыха. То есть это товар для этого, это магазин, который реализует товары для целевой аудитории. А теперь давайте вспомним, есть ли у нас такие магазины, к примеру, для женщин? К сожалению, нет. Для мужчин? К сожалению, нет. Есть такие магазины для детей. Это что за магазины? Ну, все мы хорошо знаем, это магазины «Буслик». Да? А дальше? То есть сегодня вот таких магазинов с комплексным подходом в обслуживании нашему городу и не хватает. А вы делаете выбор в пользу супермаркетов или магазинов шаговой доступности? Ответы для мельчан на этот вопрос наших корреспондентов дали в постоянной рубрике «Есть мнение». Я приветствую вообще магазины шаговой доступности, потому что порой не хочется идти в большой магазин, стоять в долгие очереди, да, тратить время на то, чтобы большие площади обойти. Хотелось бы, да, чтобы были магазинщики рядом с домом, чтобы можно было выйти и купить рядышком со всеми продукты первой необходимости. Некоторые товары покупаю в магазине шаговой доступности, которые расположены недалеко от дома. Это в основном хлеб, молочные продукты, значит, мясные продукты, потому что у меня рядом магазин имеется с этим. А остальные в основном продукты беру в магазинах типа «Евроопт». Много покупок, то в большой. Если не много, то рядом все. Молочное, хлебное, там, это все лучше шаговой доступности. Только что неудобно, что они маленькие, там, растолкаться. А так без них большие, людей много, ну, особенно по выходным и прочее. Маленькие гораздо удобнее вот для жизни, если здесь живешь, то шаговой доступности гораздо удобнее. Я предпочитаю большие магазины, гипермаркеты, супермаркеты, потому что там скидки, определенное количество товара, карты, акции. Очень мне нравится, и это очень удобно, особенно с маленькими детьми. Раз в неделю большое количество продуктов, большая скидка. Я вообще привыкла к большим супермаркетам. Здесь заходишь, все покупаешь и уходишь. Я как-то к таким больше склоняюсь. Ну, другим, может, нравятся и маленькие, я не знаю. Больше нравятся большие магазины, потому что в больших магазинах больше выбора. И цены бывают дешевле, и разные акции. Нам вот эти маленькие магазинчики очень нравятся. Для меня это просто вот такое подспорье. Я иду, когда домой, я не захожу в большие магазины. Я иду сразу сюда, в этих магазинах я покупаю все. В таких магазинах девчата очень хорошие, всегда вежливые, они к нам как-то так хорошо относятся. Мы постоянно здесь, в этих магазинах. Всю семью здесь закупаемся. В чем маленьких лучше, меньше в очереди пришел, затаривался и пошел. Я считаю, что маленькие магазины, они всегда уютненькие, доступные. И шаговые доступности пользуюсь, и большими. Ну, большими удобно, как покупать сразу много товара. Если, допустим, к празднику или к выходным, там это самое. А шаговые, так удобно забежать, купить молока, хлеба, сыра, масла. Вы смотрите «Диалог», и мы принимаем в студии прямого эфира. Очередной вопрос от нашего телезрителя. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Я бы хотела спросить следующий вопрос. Сотрудничает ли управление торговлей с управлением архитектуры? К примеру, при открытии магазинов в частных домах, когда выкупаются квартиры, один предприниматель делает выход на улицу в своем видении, свои двери, свои ступеньки, свои перила. Через некоторое время в этом же доме снова открывается магазин, другой же частный предприниматель открывает магазин, делает уже на свое усмотрение двери, перила и ступеньки в своем ракурсе. То есть один делает металлический, другой делает деревянный, один делает одного цвета, другой делает другого цвета. Тут происходит искажение архитектурного вида дома. Скажите, пожалуйста, вы, как управление торговлей, обращаете ли внимание на то, что управление архитектурой, допустим, не обращает на это внимания? Тут портится вид дома. Спасибо. Поняли вас. Спасибо большое за ваше внимание к этому вопросу. Галина Николаевна, контролируется ли вот этот момент? Со стороны управления торговлей? Ну, к сожалению, нет. Или к счастью. Дело в том, что такой вопрос, как обустройство входной группы, в компетенцию управления торговлей не входит. Организация технологического процесса, режим работы, соблюдение торгового законодательства, да. А вот уже обустройство входной группы в квартирах, которые выводятся, ну, будем говорить, уже помещения, созданных на базе квартир бывших, которые выводятся из жилого фонда, это компетенция только архитектуры. И если какие-то архитектурные службы не дорабатывают в этом вопросе, всегда можно обратиться с вопросом в комитет архитектуры и строительства облсполкома, для того, чтобы в данном вопросе навести, будем так говорить, порядок. Потому что действительно было много таких замечаний, и я не говорю именно про город Гомель, я говорю про другие районные центры, например, но управление торговлей здесь помочь не может. Бессильно. Спасибо. Предлагаю сделать небольшую паузу в нашей беседе. Оставайтесь, пожалуйста, с нами, присоединяйтесь к диалогу, еще есть время для того, чтобы мы выслушали ваши вопросы. Галина Николаевна, торговые форматы различные тоже, наверное, должны существовать в каком-то оптимальном соотношении. Рядом с гипермаркетами и супермаркетами, наверное, погибло немало магазинчиков шаговой доступности, которые были в этом микрорайоне расположены. Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то социальные нормативы, которые должны это соотношение поддерживать? Да. Сегодня законом о госрегулировании торговли общественного питания определены определенные рамки, по которым должны развиваться магазины современных форматов, то есть должны быть разработаны схемы в каждом регионе, по которым будут развиваться магазины вот таких крупных современных форматов. и магазины шаговой доступности, более мелкие магазины, они, как правило, развиваются без всяких схем, то есть чем больше, тем лучше. Почему это происходит? Потому что вот у каждого покупателя, даже мы видели на опросе, у каждого покупателя свой вкус. Одному нравится только большой магазин, а другому человеку не хочется, там, где много людей, ему хочется зайти в небольшой магазин, приобрести товар. Как на каждый товар есть свой покупатель, точно так же на каждый магазин есть свой посетитель. Поэтому в данной ситуации сказать, что с открытием супермаркетов и гипермаркетов все прямо умерли, я бы не стала так говорить. Произошло, с одной стороны, произошло перераспределение потребительских потоков. Раз. Изменился и ассортимент. И каждый магазин шаговой доступности, он должен переориентироваться, что он хочет от покупателя, что он хочет предложить покупателю такого, чтобы покупатель все равно к нему зашел. А есть какие-то позиции, которых не хватает? Вот жалуются покупатели, может быть, в управление торговлей услуг, говоря о том, что не могут найти определенную группу товаров в наших магазинах. Бывает такое? Вы знаете, я пока не могу сказать, я не видела, во всяком случае, к нам управление, не приходили какие-то обращения граждан о том, что того или иного товара вообще невозможно купить. Поступают обращения, что в том или ином магазине или в том или ином автомагазине неудобный график работы. Есть такое. Периодически отсутствует тот или иной товар. То есть, к примеру, недостаточно ассортимент молочных продуктов или колбасных истилей. Или очень часто реализуются некачественные товары. То есть вот такие есть. Но говорить о том, что вот прям дефицит у нас, такого нет. И вы сегодня видите, как покупатель, вы же заходите в магазин, да, ходите по магазинам, вы можете сказать, что у нас есть дефицит? Нет. Сегодня я бы обозначила эту ситуацию даже как профицит. Сегодня производство товаров значительно преобладает над возможностью их приобрести. У старшего поколения еще, наверное, живы воспоминания о пустых полках и таком определенном стиле общения работников торговли с покупателями. Сегодня, конечно, времена совсем другие. Мы уже говорили в самом начале нашей программы о том, что стандарты обслуживания совершенно другие. Для того, чтобы магазин выживал, чтобы он процветал, покупателю там должно быть комфортно, ему там должно быть интересно, приятно. Как вы судите о культуре, о качестве обслуживания? Ну, вообще, качество обслуживания – это такой термин, который складывается из многих составляющих. Одна из составляющих – это именно развитие сети. То, о чем мы сегодня и говорим. И еще одна составляющая – это стабильность ассортимента. Мы тоже об этом говорим. Еще одна составляющая – это профессионализм и скорость обслуживания покупателя. Это культура обслуживания покупателя. То есть, спасибо за покупку – это тоже качество торгового обслуживания. То есть, качество торгового обслуживания – такой собирательный, будем говорить, показатель, на который влияет очень много факторов. Вспоминать советское время, ну, вы знаете, давайте уже не будем вспоминать плохое. В советском время было ведь тоже очень много хорошего. Я родилась, например, тогда. Вы же в начале передачи говорили. И очень много пришло хорошего из советского времени. В частности, город Гомель. Обратите внимание, у нас вся центральная часть – это застройка советского периода. Более того, все магазины, ну, не все, но большинство магазинов, центральная часть – это встроенные помещения, да. И это наследие, планировки, соотношение площадей, чего советского времени. Устарело, да. Требует модернизации, да. Новых технологий, да. Подходов новых, да. Но это база, которая была создана. Сейчас нас вернет в наш настоящий вопрос нашего телезрителя. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Я хотела за Алину Николаевну обратиться, чтобы она немножечко обратила внимание вот в управлении Тарковли на такой поселок, как в Сигельме. У нас маршрутки, наверное, процентов 50 занимают сумки, потому что здесь вечером уже с работы после 4-х практически магазинчики маленькие. Обратите внимание, особенно вечером, ничего не купить. Мы везем и детей, и сумки, и как тяжело. Вот, спасибо вас большое. Спасибо. Спасибо большое за ваш звонок. Это тема очень важная. Как вы говорили, нет сегодня претензий к ассортименту. Есть вопросы к графику работы торговых объектов. К графику работы, да. Это не только... Спасибо большое за звонок. Обязательно мы в ближайшее время побудем в этом населенном пункте. Мы сделаем анализ работы тех объектов, которые там сегодня функционируют. Поэтому в ближайшее время мы займемся этим вопросом. А в целом, да, покупатели сегодня обращают внимание на то, что график работы магазинов неудобен. К примеру, даже вот анализ работы магазинов в крупных населенных пунктах показывает, что многие магазины заканчивают свою работу в 18-19 часов. Когда еще с работы не возвращаются в магазин? Когда, например, я иду с работы, это 7 часов начала 8-го. То есть я уже ничего купить не могу. То есть либо мне надо уходить с работы раньше, что-то бросать, что-то... То есть, опять-таки, видите, для некоторых тоже беда, что приходит покупатель. Мы можем говорить, что не хватает продавцов. Мы можем говорить, что мы экономим издержки обращения, то есть расходы на реализацию, на освещение, на отопление, все что угодно. Но в данной ситуации мы должны с вами помнить, либо мы выбираем покупателя и предлагаем ему товар, либо мы настолько экономим, что он к нам просто не зайдет. И вот мы наэкономимся на том, что у нас останутся только наши товары, наши товарные запасы, наши долги поставщикам и ничего больше. Спасибо, Галина Николаевна. Жители областного центра достаточно высоко оценили такой формат работы, как ярмарки выходного дня, где достаточно с хорошими скидками тоже можно на одном месте товары любых групп и продовольственных, и непродовольственных купить. А есть ли такая возможность у жителей райцентров сегодня? Да, такие мероприятия проводятся и в районных центрах тоже. Единственное могу сказать, вот с наступлением июня, июля, вот этого жаркого периода, ярмарочная деятельность немножко замирает. Почему? Потому что жаркая погода, и не всегда все товары можно предложить покупателю. Это первое. И второе, пора отпусков, люди разъезжаются. Но как только наступает сезон, а сезон, как правило, это с августа месяца, с августа месяца, то возобновляется широкая ярмарочная деятельность. Первые ярмарки пойдут широкомасштабные. Это подготовка к школьному сезону. Дальше это, будем говорить, сельскохозяйственные ярмарки. Дальше тематические новогодние рождественские ярмарки и так далее. Но это не значит, что вот даже в этот период мы будем заканчивать или приостанавливать ярмарочную деятельность. Нет. Сегодня есть определенный контингент покупателей, которым интересно прийти на ярмарку. Самое печальное, что когда ярмарка проводится, не как ярмарка праздник, а как просто такое мероприятие, ну приходите, ну возьмите. Вы считаете, что это должен быть именно праздник? Это должен быть именно праздник. Человек выходит из дому, он оставляет свой дом в выходной день. Для чего? Для того, чтобы прийти и посмотреть на унылые лица продавцов и на какой-то грустный ассортимент? Нет. Он приходит получить позитив. А если он получает позитив, то он приобретает товар. Мы опять возвращаемся, будем говорить, к микроклимату, который создается в торговле. Мне остается только поблагодарить вас за участие в нашей программе. Спасибо большое. Было очень интересный сегодня диалог. Спасибо большое. Всего доброго. И, конечно же, пожелать всем нашим телезрителям приятных покупок. Первый заместитель начальника Главного управления торговли и услуг обл. полкома Галина Горбачевская сегодня была у нас в гостях. Спасибо вам за внимание, за ваши вопросы. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова